И осенили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительно щедро награждала лучших людей страны. Крупнейший чемпионат юных чтецов страницы 22 был создан в Новосибирске в 2014 году. За это время конкурсу успели присоединиться участники из разных стран мира. На этот раз город Брест стал инициатором проведения подобного конкурса в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина. Ребята читали случайные отрывки из произведений современной и классической русской и зарубежной литературы, поэзию без предварительной подготовки. На конкурсе оценивалась техника чтения и артистизм участников. После каждого выступления жюри оценивали его по пятибальной шкале. Конкурс по чтению вслух страница 22 проводится среди старшеклассников, 10 участников. Каждый участник не знает, какие тексты им подготовлены. Они сначала жеребьевка проходят, каждый вытягивает номерок, кто как будет читать. Потом они вытягивают текст и читают его полностью без подготовки. А имени видят его первый раз, они по ходу выбирают интонацию, правильно ставят ударение. И жюри уже оценивает артистизм и технику чтения. Техника чтения — это правильное ударение, правильный ритм, правильное произношение. А артистизм — это уже как самому жюри понравилось. Понимает ли чтец стихотворение, о чем он читает или не понимает. Приятно видеть, что чтение вслух становится все более популярным среди молодежи. Это развивает память и обогащает словарный запас, улучшает дикцию и повышает уровень грамотности. Учь читателей внимательно относиться к прочитанному. В данном конкурсе я принимаю первый раз участие, но я довольно часто принимаю участие в других конкурсах чтения и занимаю призовые места. В основном это, конечно, связано с белорусской литературой, но в этом году решила попробовать себя в данном конкурсе. Аналогов данному конкурсу в мире существует достаточно много. Все они в первую очередь нацелены на популяризацию чтения. Бессмертные шедевры будут актуальными еще много столетий. И то, что молодежь проявляет живой интерес к таким состязаниям, подтверждает тот факт, что традиция продолжается. У них будут новые последователи и новые герои.